всем привет приветики традиционно как и раньше египет хургада сахал хашиш прошло пару дней после нашего приезда из турции и кто не смотрел посмотрите как мы были в анталии в кемере были как вам поездочка наша показали мы ваши любимые места кто там любит кемер каким и для себя мы открыли анталию анталию не как аэропорт а как именно место отдыха и очень понравилось нам как место для прогулок очень круто идеально практически и пишите некоторые писали что вы поперлись туда зимой напомню поехали мы вынуждена потому что мне не продлили визу и дали неделю на выезд прозвучало у них слова депортация некоторые опять же в комментах писали у тебя депортировали нет не депортировали просто это так называется что гарантировали проживание они сказали на одну неделю то есть через то сексе дней надо было выехать вот и взяли мы билеты в ближайшие страну как говорится и которая была цена хорошая недорогая из-за этого никаких депортации не было опять египте плава 5 такой же у нас как и раньше был сейчас украинцам можно 30 дней вторые 30 дней бесплатное продление визы вот и потом подача документов на визу на 6 месяцев но это уже потом расскажу там вроде какие-то правила поменялись более подробно расскажем в каком-то из других влогов что хотел сказать сегодняшний влог мы начинаем естественно с нашей квартирки в сахал-хашиш и мы отдохнули мы отошли от турции и сегодня у нас вы писали давайте чаще экскурсии сегодня нас будет поездочка одна из самых недорогих экскурсий которые только существует в хургане сегодня мы поедем с вами на батискаф да такая она лайтовая экскурсия мы на батискафе с валечкой не были последний раз по моему были в девятнадцатом году если не ошибаюсь посмотрим а их куда правильно часто еще спрашиваете где лучше заказывать экскурсии мы пользуемся уже много лет одной и той же фирмы это империя туризма и период ритма 24 все ссылочки в описании если вы хотите экономно и недорого и надежно съездить на экскурсию рек можем рекомендовать потому что вы уже много лет пользуемся ни одного сбоя у ребят не было работают четко и без погрешностей как говорится вот сегодня нас будет батискаф сегодня мы посмотрим купаться мы вряд ли будем по что в программе там можно покупаться с маской потому что мы до сих пор еще что у меня шоу валечки горло болит в турции все-таки сами понимаете зима там прохладнее гораздо по ночам там порядка 13 градусов было ну не знаю мы ходили налегке нам было по кайфу если честно в общем мы сейчас да сейчас практически раннее утро 8 утра мы допиваем свой чай валечка допивает свой кофе и выдвигаемся выдвигаемся на батискав за нами должен приехать трансфер через 10 минут все погнали включимся уже с трансфера за нами приехал трансфер все минута в минуту все четко хотелось бы отметить что мы как обычно свалить к как только не выберемся на морскую экскурсию обязательно должен быть ветер мы здесь уже в египте два дня и получается ветра вообще не было то есть пальмы не шелохнуться только мы на экскурсию сразу же сильный ветер так что звук может нам немножко подпортить на батискафе но будем надеяться на лучшее а мы погнали на батискав заехали в отель alibaba еще за туристами alibaba palace palace что и там сюда ехать ребята это четверочка она на довольно таки относительно дорогая как для четверок пишите если будет много запросов то мы поедем в alibaba съездим с валичкой на сутки традиционно почти все морские экскурсии отчаливают с марины марина хургада так она выглядит днем нам направо все батискафы стоят правей кто не был на батискафе вот так выглядят батискафы они все здесь огромное количество людей огромное количество батискафов и также большое количество экскурсий сейчас проходит напомню это наверное самая недорогая экскурсия которая есть хургаде это батискаф рекомендуем потому что она лайтовая получается она длится всего лишь там пару часов и если вы любитель подводного мира можете посмотреть да валичка кстати нас привез водитель встретил нас гид вон увидите с папой в руке вверх поднял походу наш батискаф отходит наш батискаф чуть не ушел без нас сейчас будет парковаться в на ново вот так он выглядит со стороны ребята красотень открытое море красное дует сквозняк наверно меня не сильно хорошо слышно ну как я уже предупреждал большой ветер сейчас это вид на отеле здесь идет риджина ля паша сигал миномарк бэла виста вот это их береговая линия даст нам сходом здравствуйте привет привет туда нельзя а вниз пошли вниз а потом не все понял 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 люди загорают уже отдыхают вот так выглядит верхняя палуба на ней мы до и доезжаем до рифа а потом спускаемся вниз до занимаем место какое-то так мы плавно отчалили здесь очень громко музыка играет хотел сказать что берите с собой или фотоаппарат или телефон и что у вас есть потому что съемки здесь человек снимает все платное не забывайте это отдельная оплата ветер просто ураган и через минут действовать буквально пригласили уже вниз дам директор смотреть на рыбок ребята слышно мне или нет вот так выглядит помещение откуда смотреть рыбок валечка молодец умница а я как аватарнера вылежу до под водой все выглядит как аватары да но застал очку честно сказать мы на этой экскурсии уже говорил были последний раз девятнадцатом году ой а шо это класс волны до почти все закон но свободные места кстати есть но не много я хотел сказать что мы здесь были в девятнадцатом году на такой же экскурсии прошло получается уже пять лет пачек ну честно могу порекомендовать если вы любите лайтовые экскурсии то это именно для вас но не забывайте что у отельных гидов при при отеле эти экскурсии стоит дороже а теперь смотрим рыбок надеюсь не они наверно волна бьет скорее все у нас уже начинаются красоты краска на море который к сожалению камера вообще не передает то что видит мой глаз в реальности какая-то пока мутная вода ну и рыбок толком там они на донышке плавают они здесь пока мисс мелкие ой это волны волны вальф да да сейчас просто ветер большой ребята как раз 3 смотри как нас болтает ребят смотрите это все волны нас бы бросает сейчас на волнах и вот такой эффект получается как будто на небе тучи и облака да ну красиво красиво красивее чем рыбки ух ты блин класс как знаешь осьминог чернила пусто как дым какой-то это такой спецэффект дополнительный и мы приехали уже к рифу вы видите уже пошли рифы но пока мисс одну видели большую рыбку не успели вам снять да и на телефоне не сильно их как бы видно да естественно рекомендуем и глазами посмотреть это первая стайка рыб было только что да ну это понимаешь за волн да немного мутная вода да посмотри какой песочек прикольный да обычно да видимость получше да рыбка мелкая прям там на дне живет ладно надеюсь что все-таки рыбу прикормят водолазы и мы увидим с вами ее поближе и побольше а по-любому рыбки будут и что вылечка классно снизу из-под воды смотреть на воду сверху это мы на метра два где-то под водой или остановились я так понимаю вам будут показывать рыбок да я думаю что дайвер будет и прикормить легендарная рыбаками конечно же да глаз видит картинку получше чем камера любит зима Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Попробую узнать при выходе и вам уже расскажу Вот, а мы ждем, ждем Вон он уже там на подплыве к нам Ой, да, потому что стая рыб уже виднеется Вот он, смотрите И вы позируете, он вас фоткает На экшн-камеру И в конце получаете фоточку Пока рыбка только вот эта полосатая Ее очень много Ну, я надеюсь, что какую-то еще крупненькую он нам покажет рыбку Ага, вот он Привет-привет Маскет Ого, так у него такой мощный фотоаппарат Привет Сейчас он к нам переплывет Ой Ну, на самом деле рыбок не сильно так много, я бы сказала Я им веду видов рыбок Валь, такое впечатление, что они водолазы сейчас едят, да? Долго, позируют Сейчас ему язык покажу, можно? Пожалуйста А, он вообще меня проплыл мимо Это как? В общем, ребята, вот такое вот развлечение Меня проигнорировали Но я сразу сказала, что фото Но Рыбки прямо за ним стают Смотрите, как круто Фотографы во всю работают Сейчас, кстати, спрошу, сколько стоит фото Кто хочет покупаться Поднимаются все наверх Смотри, вот еще продолжают фоткаться Мы купаться не будем Олег уже говорил У нас еще после Турции не отошло в горло Но с удовольствием поснимаем купающихся Я надеюсь, они нам это разрешат Так, у нас время купания, как я уже говорила Вещи оставляете здесь Но с такими волнами, честно говоря Купаться, как по мне, опасненько Хоть, конечно, вот круги спасательные Жилеты выдают без проблем Маски Поэтому, кто рискует Можете и покупаться Но в открытом море Я очень боюсь Есть вот такие вот шланги Там, где можно помыться Нельзя В общем, туда спускаться, если вы не купаетесь Нельзя Вот это волны Бьются прямо Наш батискап Ну, честно говоря, опасно-опасно Хоть, конечно, вот стоит спасатель Я так понимаю, сразу на готове В ластах с маской Да, и наблюдает Купающихся, кстати, не так много Даже и десяти человек нету Панорамка вам на другие батискафы Они все здесь в основном приплывают Потому что здесь, я так понимаю, риф какой-то есть Ребята, еще раз извиняюсь за звук Потому что очень сильный ветер Просто очень Вы видите, как лодку болтает Хотя лодка у нас непростая Если вы видите, вот там дальше Стоят обычные батискафы У нас гораздо больше Из-за этого она болтается меньше А на заднем фоне хургада Там люди купаются Наслаждаются Красным морем А мы решили исследовать первый этаж Не нулевой, а первый этаж батискафа Если вы забыли взять с собой воду Вот, пожалуйста, стоит кулер Холоденькая вода Еще пепси раздавали Ну, разливную Давайте смотреть, что же тут ждет нас Туалет Еще туалет Да, мелочь, но приятно Туалеты Ой, так это, кстати, класс Да, да, даже туалет вам покажу Их здесь, кстати, по-моему, аж четыре По два с двух сторон И смотрите, глаз, туалет И панорамные окна, пожалуйста, наслаждайтесь морем Супер А, нет, открыть можно, да? О, еще и открывается окошко Можно подышать свежим морским воздухом Кондиционеры даже здесь, я так понимаю, и на обогрев работают, и на холод О, дьюти-фри? Да Дьюти-фри? Нет, дьюти-фри? Нет Дьюти-фри? Сейчас я думаю, что звук уже нормальный Класс, а мне нравится Мне тоже Можно выйти... О, покажи вон еще батискаф Вот это волна, смотри Нет, мы туда не пойдем Покажи вон еще с другой стороны батискафы У нас больше, гораздо больше Желтые, да, это такие классические Ну, классное тут место, панорамное Только, конечно, если бы еще стекла помыть немножко, чтобы было лучше видно Ну, ты же видишь, морская вода зали А мы снизу думали, что это за шум, да Мы с Валечкой решили здесь остаться Здесь просто тихо, спокойно И никого нет Все или купаются, или наверху, или на нижнем этаже смотрят подводный мир Я хочу сказать, у меня бы сейчас чашечку кофе и вообще мечта Согласись, экскурсия просто light Вообще на таком легке Да Плюс мы очень любим такие экскурсии Они не занимают вас время, грубо говоря, с 6 утра и до 6 вечера Буквально каких-то несколько часиков И вы уже даже спокойненько успеваете в отель на обед Ребята, хотел сказать, что вы постоянно просите какие-то экскурсии, что-то показать Мы постараемся брать чаще экскурсии Потому что, ну, действительно, в Египте экскурсии Ну, согласись, Валь, по сравнению с другими странами Ну, действительно Очень недорого Да, практически стоит недорого Копейки Да, копейки Если у вас в отеле, ну, допустим, сегодня ветер Особо не покупаетесь В отеле делать нечего Позавтракали и... Прекрасная экскурсия до обеда А еще... А еще... Может, кто-то боится, конечно, брать у других экскурсии Но у отельных гидов такие экскурсии реально гораздо дороже Так что не бойтесь смело путешествовать и без гидов Не только такие А все экскурсии Ну, все-все, да Абсолютно все И хочу напомнить, что уже мы несколько лет пользуемся Какой, Валечка, фирмой? Конечно же Наша любимая империя туризма 24 Надо будет следующую Почему-то мне хочется взять Ладно, не будем говорить, какую будем брать, да? Это будет пока секретик Кстати, ласкательная уменьшительная Секретик, да? Как мы и говорили, экскурсия лайт Этого занимает пару часов Мы уже разворачиваемся Идем назад Назад мы решили идти внизу Здесь просто нет ветра И прекрасно видно волны Так что все, разворачиваемся И назад в Хургаду, в Марину едем Плывем в смысле Ладно, идем Оп И мы чудесным образом оказались на Мамше Мы дошли пешком до отеля Штагенбергер Аквамэджик Кстати, кому интересно У нас обзоры есть на канале Отель хороший Сюда мы пришли пешком Из Шератона Порядка 7 километров шли Что, Валечка, скажешь Как тебе денек сегодня? Отличненький денечек Но уже заходит солнце И становится в Египте прохладненько А тем более мы уже говорили 150 раз сегодня Что ветер Огромный ветер Именно сегодня И прохладненький такой Да, да, да Поэтому немножко я подмерзла Но ничего страшного Экскурсия прошла отлично Просто нам очень понравилось Ну, на лайте Ничего сложного Все, все, все понравилось Приятная команда, согласись 100%, так что еще раз Огромное спасибо Империю Туризма 24 И мы сейчас прогуляемся Еще раз по Мамше Пройдем пешочком Еще где-то километра 3-4 Да, в Карфур зайдем Да, и будем, наверное, уже ехать домой Так что, если вам вдруг Нечем заняться Или плохая погода Всегда можете взять экскурсию Спортсмены бегают Опача Так что, ребяточки С вами, как всегда Из Египта Были Олег и Валя Надеемся, вам это видео понравилось Мы хорошо провели денек Провели время Пишите ваши комментарии Ставьте лайки Нам будет очень-очень приятно И всем из Египта Пока! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»